Наш мир уникален. Он полон тайн. Он посылает нам знаки, разные коды. Я расшифрую код истины. Вы познаете тайну. Мир вам! Я продолжаю цикл программ, посвященных магии и эзотерике. Тема сегодняшней программы — привороты. Их особенности, отличия. Несут они добро за собой или несут зло? Опасно это или нет? Итак, привороты. Что такое приворот? Для чего они нужны? Несут они пользу или вред? Хорошо это или плохо? Давайте разберем это. В жизни бывает так, что двое людей долго очень жили, но что-то случилось так, что они расстались. Что делать в таком случае? В таких именно моментах чаще всего люди пытаются собрать эти отношения воедино именно благодаря приворотам. Привороты бывают разные. Зависит от того, какой мастер его проводит, к каким традициям он относится, какое место силы является наполняющим для данного ритуала. Для того, чтобы провести ритуал, минимально требуется фотография обоих партнеров, тех, которые участвуют в ритуале, их имена и даты рождения. Бывает так, что особенности приворота, того, который вы выберете, или который вам порекомендуют, могут потребовать еще наличия биоматериала. К биоматериалам относятся кровь, пот, сперма, кровь, волосы, ногти, все то, что несет ДНК. Давайте подумаем, хорошо это или плохо. Сколько есть привороты, столько бытует спор, правильно это или неправильно. Хорошо это или плохо. С одной стороны, это не очень хорошо, по той причине, что как бы вы не назвали приворот белый, черный, любое название ему дайте, так или иначе, это подавление воли. В той или иной степени. Чем жестче вы выбираете ритуал, тем жестче будет подавление воли. Ну и, соответственно, наоборот. Чем проще, тем будет меньше. Но оно все равно будет присутствовать. А с другой стороны, если данный ритуал позволит вернуть семью мужа, отца, что в этом плохого? По роду своей деятельности я часто сталкиваюсь с тем, что люди пробуют сделать эти ритуалы сами. Ну, реально мы можем зайти в интернет, на сайтах, на форумах. Есть масса описаний, как провести ритуал. Но хочу вам дать такую заметку на размышление. Обратите внимание на то, что нигде не указано, как правильно зайти на место силы, как правильно его покинуть, как правильно сделать подношение той силе, к которой вы обращаетесь. По сути, нету никаких указаний на то, как себя обезопасить. Никаких мер безопасности. Ритуал, по сути, очень серьезный. Неправильно сделанный приворот может сказаться не только на вас и ваших родных. Он может нанести вред сразу, может нанести через время. Более того, такие повреждения несут очень плачевный результат. Итак, все же, если вы отважились, набрались смелости или решили сэкономить и решили делать его сами, не обращаясь к профессионалам, в этом случае максимально изучите не только сам ритуал, а меры безопасности, как себя обезопасить, в какую фазу Луны лучше его провести, как защитить себя и своих близких, какая, возможно, побочка при проведении приворота. Если же вы все-таки решили обратиться к специалисту, то вам однозначно придется сделать диагностику. Вы скажете, а зачем нам эта диагностика? Диагностика позволяет, во-первых, правильно подобрать для вас ритуал, во-вторых, подобрать правильно время, когда его лучше провести. Учесть, будете вы принимать участие в этом ритуале или нет, есть ли в этом необходимость, какие потребуются расходные материалы, как вообще это будет проходить в целом, как она может отразиться на вас и на ваших близких. Все вот эти вопросы у вас возникнут, и ответить на них можно будет только после диагностики. Я хочу привести пример вам из моей личной практики. Ко мне обратилась женщина. Проведя первичную диагностику, особо меня ничего не удивило. Обыкновенная семья, двое детей, муж. Вроде бы все хорошо. Но то, чем она обратилась, меня немножко как бы удивило. Ну, да, выпивает он немножко. Начал раньше, не пил. Да, есть всплески агрессии внезапные. Ну, все бывает тоже. Но она пришла не из-за этого. Дело в том, что вот эти изменения у него продолжались уже несколько месяцев. А недавно он просто собрал вещи и ушел к другой женщине. Да, именно так. Вы не ослышались. Он ушел к другой женщине, оставив ее с двумя детьми на шестом месяце беременности. Я решил более детально изучить ситуацию. И что вам сказать? Просто так они не расстались бы. Они оба друг другу предначертаны судьбой. По диагностике было ясно видно, что сделан ритуал рассорки. Рассорка на отношения. То есть, по сути, умышленно человек разрушил их отношения. И делать, в принципе, сразу же приворот в данной ситуации, ну, мягко говоря, непрофессионально. То есть, изначально нужно в такой ситуации устранить рассорку, а уже потом только делать приворот. Она выполнила все те обязательства, которые я на нее возложил. Она принесла весь тот необходимый материал для проведения данного ритуала. Прошло время. И вроде бы есть масса размышлений. В данной ситуации это хорошо или плохо? Каждый из вас сам оценит эту ситуацию. Но на выписке с роддома ее встречал ее муж с ее детьми. Вот так вот любовная магия сделала счастливой еще одну женщину и еще одного новорожденного ребенка. А я с вами прощаюсь. Я желаю того, чтобы вы никогда не заказывали приворотов. Чтобы ваша любовная магия была у вас в доме, у вас в сердце. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова